Эти кадры – отрывки записи с камер видеонаблюдения. На них запечатлена драка между группой молодых людей. Потом большинство побежало задом. Один оттуда не вернулся. На следующий день в соцсетях появилась информация о том, что в пострадавшего стрелял из стабильного оружия представитель полиции. Действительно, в драке участвовал сотрудник полиции, говорит начальник городского управления внутренних дел Шимкента. Но стрелял из оружия не полицейский. Действительно, на месте происшествия был сотрудник полиции. Роль сотрудника определена. Вина в совершении преступлений предусмотрена статьей 293, часть 3 УК РК «Хулиганство». В данный момент сотрудник содержим под стражу. А подозреваемый в убийстве был задержан 22 июля. 21-летний житель Шимкента нигде не работает, ранее не судим. У него при задержании полицейские изъяли пистолет «Лидер». Путем проведения баллистической экспертизы установлено, что именно с этого пистолета стреляли в человека у ночного клуба. На сегодня задержаны 6 подозреваемых лиц. Это 86, 87, 90 года рождения. И в том числе местный житель 94 года рождения. Именно он привлекается по статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый нигде не работает, ранее не судимый. У него в качестве вещественного доказательства изъят травматический пистолет марки «Лидер», из которого он произвел два выстрела. Также были задержаны две девушки, распространявшие ложную информацию через социальные сети. В тот же вечер были установлены личности двух подозреваемых лиц, причастных к данному факту. Это две местные жительницы, молодые женщины, 86 и 89 годов рождения. Они полностью свою вину признают и раскаиваются. К ним могут применить наказание в виде штрафа до 5000 месячных расчетных показателей или исправительной работы, либо ограничение свободы на срок до 5 лет и даже лишение свободы на тот же срок. Напомним, убийство произошло 19 июля текущего года ночью возле ночного клуба «Лайк Москву». Продолжение следует...